Мы используем вот такие специальные тактильные стрелки, которые размещаются вот в такую основу, чтобы ребёнок научился ориентироваться в плоскости листа. Стрелочки на крышках – инклюзивное пособие для детей с нарушением зрения. С помощью него юные посетители библиотеки для слепых готовятся к изучению шрифта Брайля. А это другое пособие – удивительные прищепки. Когда у нас нарушено зрение, ребёнок не всегда понимает, как организован этот мир, какова схема тела, например, у животного. То есть здесь у нас заготовки используются и вот такие специальные прищепки. Сначала на тебе покажи, где бы у тебя были усики, если бы ты был котиком на мордочке. И найди точно такие же прищепки из общего количества прищепок и прицепи на основу, чтобы у тебя была полная картина. Давай мы этой стрекозе будем искать длинные крылышки из прищепок. Ищи вот с левой стороны у тебя там есть прищепки, большие длинные ищи. Все пособия изготавливают вручную библиотекарь Тюмени и волонтёры проекта «Вместе к успеху». Чтобы собрать разные комплекты, требуются составляющие. Например, прищепки. Волонтёры принесли уже более 600 штук. Для пособий требуется тысяча. А ещё нужны крышки от 5-литровых бутылок, кубики из дерева и пластика, мячики и фетр. По возможности флуоресцентный. Дети его лучше видят. Резиночки для волос. Их тоже можно работать с ними. Их тоже можно использовать в пособии колечки-резиночки. Разнофактурные резинки нам нужны для этого пособия. И звоночки вот такие, как на ресепшене используются. Для каждого пособия разработана инструкция, чтобы не только сотрудники специализированных центров, но и родители могли заниматься со своим ребёнком и помогать ему познавать окружающий мир. Всего планируется изготовить 6 комплектов, причём по 10 экземпляров каждого, чтобы заниматься с инклюзивными материалами могло как можно больше особых детей в Тюмени. Приносить все необходимые материалы можно в Центр семейного чтения имени Пушкина. Изготовить дидактические пособия планируется до конца весны, чтобы передать в специализированные центры Тюмени к Дню защиты детей. Наталья Жукова, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.